Председатель законодательного собрания Валерий Малышев с рабочей поездкой побывал в Сурском районе. Спикер баллотировался именно от этого муниципалитета. Он провел личный прием граждан и посетил детский сад в селе Остродамовка. Здесь требуется помощь депутата в проведении ремонтных работ. Детский сад в селе Остродамовка Сурского района был построен 60 лет назад. Председателю законодательного собрания нашего региона Валерию Малышеву обратились родители и педколлектив детсада с просьбой капитально его отремонтировать. В это же время прокуратура выдала предписание о неприемлемом состоянии здания. При поддержке депутата в прошлом году были выделены средства на замену оконных блоков. А в целом на ремонт сада в облбюджет текущего года заложили 4 миллиона рублей. Работы по обновлению начались месяц назад. Покрыли крышу полностью, застелили полы. В детском саду не везде, но осталось не очень много. И вот сейчас у нас встал вопрос с демонтажом потолка. Потому что когда сняли ДВП и перегородки убрали, обнаружил, что штукатурку надо убирать ввиду безопасности для детей. Кроме того, необходимо перевести отопление детсада с печеного на газовое. По предварительным подсчетам требуется финансирование в размере еще 9 миллионов рублей. Не будет детей, не будет села. Это же аксиолог. Поэтому надо все сделать. Вывернуться. Хоть на ясна окон. Но найти средства и сделать ремонт. Депутат обратится в профильное министерство с просьбой выделить необходимые средства при распределении дополнительных доходов областного бюджета. При этом важно, чтобы ремонтные работы охватывали все здания в целом. Надо иметь в виду, что объект – это дети. Чтобы никаких вопросов ни по электрике не было. Никаких. Это же безопасность. Это же дети. Также Валерий Малышев провел личный прием граждан в районе. Жители рабочего поселка Сурское обратились с проблемой ремонта моста через реку Кракова. В марте проезд был закрыт. Там уже проехать нельзя. А ремонтных работ что-то до сих пор нет. Народ как бы волнуется. Депутат объяснил, что реконструкция моста включена в муниципальную программу. А разработанная проектно-сметная документация находится сейчас на госэкспертизе. Когда документы будут готовы, начнется ремонт. На приеме у Малышева побывал и представитель жителей села Лава, чей скот пострадал от эпидемии африканской чумы свиней. Речь шла о содействии в получении компенсации. Выплаты будут обязательно. Как практика показывает, не было уж такого случая в Ульяновской области, что не было выплат. Уже определена сумма. Более 8 миллионов рублей будет выплачена. Компенсацию пострадавшим владельцам скота выплатят из резервного фонда правительства Ульяновской области. Этот вопрос депутат взял на свой контроль. Завершилась поездка спикера областного парламента в район встречи с юными футболистами. Местная команда – участник различных турниров. Валерий Малышев поздравил ребят с победами и пожелал новых спортивных достижений. Элла Шахова, Весть, Ульяновск, из Сурского района.